привет всем подписчикам моего канала сегодня 29 апреля 23 года снова пришел на вокзал улан батора проводить поезд ржд в иркутск посмотреть что тут происходит сегодня в улан батаре жарко думаю плюс 15 но ветерок ветреная монголия дает о себе знать ветра тут дует почти каждый день но это нормально люди тут уже к этому привыкли правле отправление поезда в 3 часа 20 минут пойду еще перекушу сейчас столовую местную на вокзале рублей за 250 наверное 8500 тугриков стоит то что я ем обычно такие вот дела привокзальная площадь заставлена машинами кругом одни машины город не для людей а для машин но главное чисто приятно находиться здесь пойду на перрон что интересно тут на перрон можно спокойно заходить не так как в российских вокзалах нужно пройти сначала контроль проверку сумок а тут спокойно сбоку вот так заходите фотографируете снимаете никто вам не мешает и вы никому не мешаете все отлично все спокойно отправление поезда в 320 время еще есть около часа поэтому можно перекусить спокойно и поснимать движуху что здесь происходит перед отправлением зайду в здание вокзала вокзала отремонтировали внутри сейчас там хорошо приятно находиться вот такая платформа полиция тут ходит постоянно мониторит ситуацию вот вокзал с другой стороны сейчас пассажиры будут подходить все я пошел обедать емкости 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 Продолжение следует... Так, вот и показал вам зал ожидания на вокзале Олан-Батора. Поезд уже подали, но вагоны откроют не скоро. Поезд небольшой, вагонов 6 вроде. С 1 мая РЖД запускает второй поезд в Улан-Батор из Иркутска. Будет два поезда в неделю РЖД и один монгольский. Видимо, ожидается поток туристов. Хотя вот сейчас я вижу, что русских, россиян мало. Ну и монголы, возможно, тоже поедут. Ну я обратно поеду на монгольском поезде. Честно говоря, я удивлен решению РЖД пустить второй поезд. Уже второй раз сопровожаю поезд РЖД и смотрю, что людей мало едет. Возможно, было бы лучше запустить, сделать 10 вагонов, как это было летом прошлого года, вместо 6. Ну не знаю, РЖД, видимо, виднее. Что-то они, видимо, прогнозируют и знают больше, чем я. Жду тепловоз. Скоро должны подогнать тепловоз. Посмотрим, какой тепловоз потянет вагоны на этот раз. Возможно, М62. Люди уже в ожидании, когда же откроют вагоны. Ну да, отправление еще 40 минут. В лучшем случае, через 10 минут откроют. Смотрю, много россиян уже на этот раз. В прошлый раз было меньше. Но вагоны все равно полупустые идут. Посмотрим, возможно, на майские праздники будет больше туристов из России. Я думаю, тут еще транзитники. Сейчас многие россияне через Улан-Батор летают в Корею. По разным причинам. На заработки, либо просто туризм. Так что приезжайте летом в Монголию. Тут летом хорошо. Оптимальное время это середина мая и до конца сентября. Погода тут хорошая. Потом уже начинается похолодание. Начинается посадка на поезд. Интересно то, что поезд РЖД, точнее проводники, не ночуют в Улан-Баторе. Он приехал сегодня рано утром в 6.40. И сразу же днем сегодня уезжает. А вот в Монгольске, когда в Иркутск приезжают, там проводники ночуют. И только на следующий день поезд уезжает. Вот такая небольшая разница между поездами. Но обратно я поеду на Монгольском. Он мне больше нравится. Там поинтереснее как-то. На поездах РЖД я и в России накатался. Сюда я приехал на Монгольском. И обратно, соответственно. В последнем вагоне. Может на этот раз получится. Поснимать из тамбура. В прошлый раз, к сожалению, не получилось. Проводники не дали добро. Но на этот раз я пойду. Меня будут провожать монголы. И они уже попробуют договориться. Так что не отписывайтесь от моего канала. Все только начинается. А с другой стороны, это даже хорошо, что мало людей в вагонах. Можно спокойно одному ехать в купе, кайфовать, как вот я делал. Ехал в купе, в вагоне было три человека, я один в купе. Снимал Байкал, снимал видео, наслаждался поездкой, пил чай. Кайф. Тем более термос есть в монгольском купе, в отличие от РЖД. Так что я рекомендую лучше, конечно, на монгольском. Просто для разнообразия. На РЖД вы и так покатаетесь. Люди подходят. Надеюсь, опоздавших не будет, как тут на монгольских поездах я видел. Люди приходят, а поезд перед их глазами отправляется. Так что посмотрим. Интересно. Жду, когда тепловоз подгонят. Ну вот и случилось самое главное. Тепловоз уже подсоединили к поездам. Осталось дождаться минут десять и поезд тронется. Диктор объявляет на монгольском и русском языках. А когда китайские поезда приезжают, то и на китайском и английском. Диктор объявляет на монгольском. Диктор объявляет на монгольском. А когда китайские поезда . А теперь перед нас б Осталось. Продолжение следует...